В школе номер 11 завершают капитальный ремонт. Коллектив учреждения занят наведением чистоты и уюта в классах. Развешивают стенды, шторы, расставляют мебель. Занимают свое место новые столы и стулья. В учреждении ремонт идет второй год по программе развития образования. За это время выполнили колоссальный объем работ. Осталось до 1 сентября внести последний штрих – успеть завершить уличные работы по асфальтированию школьного двора у главного входа. Ребят с 5 по 10 класс ждет еще один сюрприз. Благодаря участию школы в проекте «Новая школа» класс химии оснащен всем необходимым оборудованием. Практические занятия будут проходить очень интересно и познавательно. Общая стоимость ремонта составила около 40 миллионов рублей. Ремонт в 11 школе уже находится на стадии завершения. Кабинеты практически все готовы. Расставляем мебель, заносим парты. Осталось убрать немного муссов в коридорах и мы готовы встретить детей 1 сентября в нашей школе. В Аларском районе опрокинулся междугородний автобус. Событие произошло на федеральной автодороге Сибирь, вблизи поселка Кутулик. Следствие установило, что водитель общественного транспорта не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ и совершил съезд с проезжей части в Кювет с последующим опрокидыванием. Транспортное средство двигалось по маршруту Усть-Кут-Иркутск. В его салоне находилось 40 пассажиров. 6 человек, в числе которых 17-летний подросток, получили травмы. 58-летнего мужчину госпитализировали. Пассажиров пересадили в автобус до Иркутска. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Иркутске на улице рабочего штаба сбили пешехода. Полицейские установили, что водитель автомобиля допустил наезд на 60-летнего иркутянина, который пересекал дорогу в неположенном месте. Он прошел между медленно движущимися машинами и выбежал перед близкоидущим грузовиком. От удара пешехода отбросило в сторону. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков. В Уссолье-Сибирском можно получить психологическую помощь для семей, у которых между детьми и родителями сложные отношения. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних бесплатно оказывают услуги психолого-педагогической помощи. Работает команда психологов из восьми человек. В их арсенале есть профессиональное оборудование и интерактивные технологии. По словам специалистов, занятие с психологом поможет не только разобраться в проблеме, но и выстроить доверительные отношения с ребенком. Самая первая встреча, она состоит из консультации и из бесед. Мы узнаем семью, по ребенке узнаем, где учится ребенок, как учится ребенок, какие отношения с семьей, полная семья, неполная семья, категория. Потом мы уже изучаем, проводим диагностику как родителя, так и ребенка. В Братске открылась выставка «Краски Сибири». Выставка посвящена 85-летию Иркутской области. Это первая экспозиция нового сезона в художественном выставочном зале. В двух залах представили 47 пейзажей, которые художники писали во время пленеров на берегу Байкала, а также за пределами страны. Именно такие полотна представляет Владимир Никишин, единственный брачанин среди участников экспозиции. Его картины родились после поездки в Монголию. В первую очередь выставки посещать и устраивать необходимо чисто для художника. Это в первую очередь. Живя, скажем, в Иркутске, где очень много выставок, и бывая на выставках, художник представляет, имеет представление, что делается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!